Первое, что нужно сделать, когда используешь данную функцию, тщательно подготовить изображение. Для этого мы кликаем правой кнопкой мыши на Bright Footage. Выбираем Interpret Footage, Main. Здесь есть раздел, где мы можем изменить некоторые настройки. Обычно для материала в стандарте DV и NTSC устанавливается Lower Field First. Но в данном случае нам это не нужно. Поэтому мы оставляем настройку Separate Field на Off. В этом случае на картинке мы будем видеть оба поля, верхнее и нижнее. Теперь мы выбираем файл Skylines, о котором я говорил в обучающем курсе, и переносим его выше нашего видео на шкалу времени. Шкалу устанавливаем на 0. Дальше я буду вносить изменения в TrackMath. Дальше я буду вносить изменения в TrackMath в наше первоначальное видео. Я изменю TrackMath на Skylines. Таким образом, получится, что линии выключаются через одну. Если мы поменяем TrackMath на Luminance Inverted Matte, то первыми будут нижние области. А если снова установим LumaMath, то верхнюю. То есть вы можете менять области в любое время, когда захотите. Итак, мы видим, что линии через одну стали прозрачными. Следующим шагом в нашей работе будет подготовка вот этих двух элементов. Удерживая клавишу Shift, выбираем оба. На панели управления выбираем Layer и опускаемся до Precompose. Все, что мы можем здесь сделать, создать новый элемент. Назовем его Deinterlace Comp. Нажимаем ОК. Далее, все, что мне нужно, это поработать с этим элементом. Поэтому для начала я его дублирую. Выбираем Edit, Duplicate. И следующим моим шагом будет создание отдельной информации для каждой отдельной линии. Далее выбираем нижний элемент. Идем на панель управления. Эффект. Blur. Directional Blur. В открывшемся окне мы выбираем Blur Link. И установим его на один пиксел. Как вы видите, мы начали заполнять бледные области. Следующая проблема. Картинка все еще немножко прозрачная. Поэтому, чтобы это исправить, нам нужно заполнить альфа-канал для этого конкретного слоя. Для этого мы выбираем слой. Идем в эффект Adjust Levels. Здесь мы выбираем альфа-канал. А затем просто передвинем ползунок на... Ну, в общем, так далеко, как получится. И мы видим, что изображение возвращается к нормальному значению альфа. То есть, сейчас это 100% пикселей для каждой линии. Изображение было просто заполнено. Эту технику полезно освоить хотя бы потому, что, во-первых, она бесплатная. А во-вторых, вы получаете хороший результат. Итак, видно, что наше видео сейчас прекрасно преобразовано. Сделаем предпросмотр. Проверяйте. Эту технику легко можно использовать на больших проектах. Как раз сейчас мы работаем над одним клипом. Но если использовать эту технику на кусочке 30 секунд, то 20 из них нужно исправить. Поэтому то, что мы сейчас сделали, подходит для подгодавительной работы. Я хочу сказать, что техника Skylines подходит для подгодавительной части большой работы. Другой вариант того, что можно здесь сделать. Выбираем Adjustment Layer. И можно посмотреть, как в этом случае будет работать Directional Blur. Установим его на 0,5 пикселей. Так мы убираем некоторые проблемы при просмотре видео на экране NTSC. Мне кажется, что изображение становится менее контрастным и более сглаженным. Это еще одна техника, которую вы можете применить. Но, конечно, она не обязательна. До свидания. До свидания.